Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «Республика» в студии Инессы Потапова. Главные события страны и Чуваши в репортаже корреспондентов национального телевидения сегодня в выпуске. Главный финансовый документ республики. Насколько увеличился бюджет Чуваши на следующие три года? Надежный тыл. Какую поддержку оказывают жители республики бойцам СВО? Флаг сборной страны, клятва и кодекс. В Чебоксарах прошли соревнования ко всероссийскому дню самбо. Бюджет Чуваши на следующие три года увеличился почти на 14 миллиардов рублей, в том числе на 2024 на 4 миллиарда 600 миллионов, сообщил в своем телеграм-канале глава Чуваши Олег Николаев. Это стало возможным благодаря поправкам в федеральный бюджет. Их накануне во втором чтении приняла Госдума страны. И сегодня главный финансовый документ республики представили на публичное слушание. Увеличение параметров бюджета позволит в 2024 году, к примеру, капитально отремонтировать 20 сельских клубов, заменить 429 лифтов в многоквартирных домах, обеспечить жильем более 400 детей-сирот. Обеспечение жильем многодетных семей предложено увеличить, вот уже при сейчас внесении бюджета, на 486,3 миллиона рублей. Очень существенная сумма, и она составит 833 миллиона. То есть мы выходим на обеспечение 160 семей многодетных. Хочу отметить, что, скажем, в 2019 году мы обеспечивали всего 28 многодетных семей. В общей сложности по доходам в следующем году республиканский бюджет составит 89 миллиардов 600 миллионов рублей, по расходам 91 миллиард рублей. Прокурор Чуваши Эдуард Гемато встретился с журналистским сообществом. Разговор прошел в непринужденной обстановке за круглым столом с конфетами и чаем. Говорили о дальнейшем сотрудничестве с ведомством. Так, на национальном телевидении Чуваши уже более 10 лет выходит совместная с прокуратурой программа «Правовое поле». Обсудили и планы по информационному взаимодействию на следующий год. Мы мониторим ваши публикации, смотрим, где есть нарушения закона. Не все подтверждается, но там, где подтверждается, то прокурор незамедлительно реагирует. И мы потом в обратную связь запускаем о том, что именно по результатам мониторинга СМИ проведена проверка, выявлены нарушения, такие-то акты реагирования приняты и направлены меры на то, чтобы восстановить нарушенные права граждан. Эдуард Гематов был назначен прокурором Чуваши, президентом страны Владимиром Путином 20 октября. Руководитель республиканского ведомства отметил положительный опыт работы Чувашской прокуратуры. по несовершеннолетним и особенно создание целого отдела по работе с детьми и подростками. Также Эдуард Гематов подчеркнул, что ведомство открыто для взаимодействия с журналистами, а сам прокурор читает новостные телеграм-каналы. Под девизом «Все для победы» в годы Великой Отечественной войны солдатам помогали всей страной. И в наши дни оказывают немалую поддержку бойцам в зоне СВО. Подробнее в нашем сюжете. Неанила Белова – ветеран ТЭЛа. В этом году ей исполнилось 107 лет. В годы Великой Отечественной войны работала на производстве бомб на 320-м Чебоксарском военном заводе. За ударный и самоотверженный труд была награждена орденами и медалями. Выпуск с заводом военной продукции имел огромное значение для успехов Красной армии на фронте. В наши дни Надежда Никитина организовала сбор и отправку гуманитарной помощи бойцам в зону СВО. С водителем Александром Пушкиным они в пятый раз доставили груз, несмотря на все риски. Хоть это и не большая помощь, но помощь от души, от родных, от близких, от нашего теплого Чувашского края. И солдаты это очень хорошо понимают. Они нас встречают с такой теплотой. Они чувствуют поддержку с тыла. И это для них очень большая помощь. Иногда даже может быть страшно. Кажется, когда возвращаемся, мы только об этом думаем. А когда в пути у нас одна сеть. То, что мы это для детей, для ребят должны довезти, мы должны передать из рук руки. Жители деревни Сеатракасы Маргаушского округа собирают посылки с едой, теплой одеждой, медикаментами, средствами реабилитации, техникой и инструментами. Для бойцов плетут маскировочные сети. Наши дети деньгами помогали. Восемь женщин, наверное, по вечерам они сетки вяжут. И потом забирают. Живет делом, короче. Вот она же говорила, ждут ее. Надежда Геннадьевна активная. Она начала работу с населением, чтобы помочь нашим ребятам. Нашим ребятам она съездила пять раз. Мы этим гордимся. Мы помогаем ей всякими там. Вяжем сетки, продукты доставляем. Если люди объединяются ради благой цели, они способны на многое. Бойцы на передовой нас защищают. А мы им из тыла помогаем. Делятся жители деревни Сеатракасы. Каждого солдата проводила хоть одна женщина когда-то. Иммертивная постановка «Жди меня» Чувашского театра кукол набирает обороты. Напомню, ее создали в рамках проекта «Искусство ждать», который поддержал Фонд президентских грантов и Минэкономразвития Чувашии. Теперь эту программу могут увидеть жители разных населенных пунктов республики. В начале ноября артисты отправились в гастроли по региону. Накануне трогательную и эмоциональную постановку показали в Кугесях. А солдата в окопах войны пусть согреют улыбка и вера. Режиссер постановки вдохновился фильмом Константина Симонова «Жди меня». На сцене он провел параллель между тем, как ждали женщины своих мужей во времена Великой Отечественной и сегодня. Стихи военных лет сплетаются с историей молодых супругов. Он отправляется в зону СВО. Она остается ждать. Ну, может, в 40-е женщины какие-то особенные были? А я не такая! Мне трудно! Мне больно! У нас здесь своя война. Внутри тебя. Внутри меня. Я сегодня впервые увидела эту постановку в рамках программы совместного проекта «Союз женщин-чуваши» и «Театр кукол». Сказать, что я поражена игрой артистов, актеров, значит, ничего не сказать. Чувство волнения, страха. Страха за то, что женщины все ли справятся с этими трудностями, с этими переживаниями. Смогут ли они дать отпор? И они смогут. Одна из главных идей постановки – «Любовь готова пройти любые испытания». Жены и матери бойцов узнавали себя в главной героине. Вспоминали, как сами провожали близкого человека в зону спецоперации. Видели, что нужно быть сильной и просто уметь ждать. Муж уехал в зону СВО. Как уже год он там служит, уже воюет. Вот мы ждем его. Надеемся, что они вернутся живыми, здоровыми. Тяжеловато, конечно, двое детей. Этому сейчас семь будет, сейчас в ноябре 22-го. А еще у меня маленькая дочка. Полтора года. Спектакль вообще очень трогательный. Прям душу, прям вот так вот. Сердце в прятки, конечно, ушло. И говорю то, что чувствую, конечно. Как вот состояние вот такое же у меня тоже было. Легче стало как-то. Еще ближе сердцу каждой постановка становится, когда в различных сценах появляются видеокомментарии жен и матерей бойцов Чувашии. Они рассуждают, каково это ждать. Делятся личными историями, рассказывают о своих героях. Интервью желающих высказаться записывают после каждого показа. Ждать – это значит любить. Значит, это значит верить с большой, огромной любовью в сердце. Ждать – это значит чувствовать и быть сильной. Такой очень правильный, чуть ли не гениальный ход режиссера. Это он подсказал эту идею. Давайте записывать, и там вот будет видно. И как органично вписываются эти слова в те сценки, которые показаны. В те мизансцены, которые показывают актеры. Поэтому, конечно, в каждой постановке, после каждой постановки мы будем это включать. И соберется наиболее удачное, наиболее общее, с общим значением комментарии. Они соберутся, а портреты всех тех, кто выступал и кто не выступил, а просто сидел в зале, они все будут появляться на экране. И в финальной постановке вы это увидите. Ну а пока до финальной постановки еще далеко. Кугейсы стали восьмым пунктом в гастролях труппы по Чувашии. Впереди еще девять показов в городах и поселках региона. Анна Центовская, Сергей Мельянов, Национальное телевидение Чувашия. Легенда и гордость чувашского народа. В республике продолжаются торжественные и памятные мероприятия, посвященные жизни и творчеству актрисы Веры Кузьминой. В столетие со дня рождения народной артистки СССР блистательной актрисы Веры Кузьминчиной-Кузьминой по улице Дзержинского 31, где она жила, будет открыта мемориальная доска в знак уважения, памяти и признания ее таланта. На торжественной церемонии открытия мемориальной доски в честь выдающейся актрисы присутствовали родные и близкие, коллеги, представители средств массовой информации, общественные деятели и поклонники таланта Веры Кузьминчиной. Прежде всего, конечно, мама. Это для меня, естественно, самое главное. Остальное все это, как бы, уже ее талант, ее творчество, там это уже, ну, тоже мне очень близко было. Все спектакли, в которых она играла, я практически смотрел все, начиная с самых ранних, там, не знаю, где-то в середине 50-х годов, наверное. Вера Кузьмина – известная актриса нашей страны, чьи работы получили высокую оценку публики. Она прослужила Чувашскому драматическому театру всю свою профессиональную жизнь. За это время она исполнила более 150 различных ролей. Созданная ею галереей запоминающихся образов стала основой современного национального театрального искусства. Когда она жила, для меня очень важно было, что она не заносилась. Обыкновенная, простая женщина была. И беседы вела также спокойно о жизни, о творчестве. По доске, значит, она выполнена в классическом стиле. Барельеф, камень, никаких изысков я не предполагал, потому что сначала думал, как двойник доски ее супруга Петра Петровича Кузангая. Она выполнена моим братом еще в 1974 году. И я повторил ту же композицию, только она зеркальная композиция. Мемориальная доска будет постоянно напоминать о выдающейся актрисе, посвятившей свою жизнь служению искусству. Сергей Кочинский, Бахтиар Велиев, Национальное телевидение Чувашии. Также сегодня исполнилось 124 года со дня рождения Михаила Сеспеля. В честь этого события у памятника поэта и общественно-политического деятеля 20 века прошел торжественный митинг. Жизнь моя, за какими холмами твой суютную кровлюю дом, Тихой тенью, разбитой камнями, на распутье стоишь босиком. В 124-х лете со дня рождения основоположника Чувашской поэзии Михаила Сеспеля на его памятник были торжественно возложены цветы. Почтить память пришли деятели культуры и искусства, писатели и поэты Чувашской республики. Очень важно, изучая тему, ведь вполне возможно, что мы, может быть, в его короткой жизни, в очень короткой жизни, но найдем еще какие-то интересные факты, о которых мы еще с вами не знаем. В хрониках Чувашской письменности его произведения занимают исключительную позицию. Он прожил лишь 22 года, но оставил заметный отпечаток в развитии национальной культуры. Поэт написал произведения, которые были переведены на 56 языков. Сергей Кочинский, Бахтиар Велиев, Национальное телевидение, Чуваши. 10 лет, 10 номинаций. Таван Радио к своему юбилею проводит музыкальную премию. Радиослушателям предстоит выбрать лучших певцов и певиц, определить лучший ремикс и звезду хит-парада, назвать новое имя Чувашской эстрады. Итоги огласят на торжественной церемонии, посвященной юбилею музыкальной радиостанции. Голосование продлится до 30 ноября на сайте таванрадио.нет. Надо больше делать премии, не раз в 5 лет, по мне. Надо другие премии придумывать. Это как-то вдохновляет артистов писать новые песни, снимать новые клипы. Друзья, радиослушатели, 13 декабря всех ждем в клубе «Неон» на нашу премию «Таванрадио», которая посвящена десятилетию нашей радиостанции. Ждем вас на с ног шимбательном шоу. Оказать поддержку и протянуть руку помощи. 44 спортсмена и 6 тренеров из Донецкой Народной Республики приехали в Чувашию на тренировочные сборы. В течение двух недель на базе республиканских спортивных учреждений они будут проводить тренировочные сборы. Инициатором выступает правительство Донецкой Народной Республики. Реализуя сотрудничество с Министерством спорта и туризма ДНР. Привлекая к совместной работе Министерство спорта России. Я приехал сюда работать. Работать с ребятами, потому как у нас очень тяжело. У нас нигде работать, будем говорить. Маленькая школа, маленький спортзал. Большие спортзалы разбиты. Я сам из Бариуполя. Поэтому пробуем здесь. Большое вам спасибо. Хороший прием. Чуваша обеспечивает организацию тренировочного процесса, проживания, питания и транспортировку детей при помощи поддержки правительства региона. Спортсмены будут проживать на территории Республиканской спортивной школы Олимпийского резерва номер 7 имени Валерия Ярды. Скорее всего, сейчас будем уделять внимание технической подготовке, немного тактики. Физическая подготовка сейчас не так важна, потому что у нас еще нет такого четкого понимания календаря участия в соревнованиях. Планируем нормально позаниматься, подготовиться к следующему этапу соревновательного процесса. Поэтому надеемся на вашу помощь. Спасибо за встречу. 18 боксеров будут тренироваться в спортивном комплексе «Динамо» и спортивной школе имени Валериана Соколова, а 10 теннисистов в спортивной школе Олимпийского резерва имени Ирины Солдатовой, специализирующейся на настольном теннисе и стрельбе из лука. 16 баскетболистов на спортивной базе школы Олимпийского резерва номер 3. Я не нахожусь в Олимпийском резерве, я просто спортсмен, а тренировок у нас почти нет, очень редко, и то перед сборами обычно. Хочу максимально усовершенствовать свои навыки в этом виде спорта. Сборы продлятся по 30 ноября. Сергей Кочинский, Николай Скворцов, Национальное телевидение Чуваши. Сегодня по всей стране отмечают Всероссийский день самбо. 16 ноября 1938 года Всесоюзный комитет по физической культуре и спорту издал приказ о развитии борьбы вольного стиля. В Чебоксарах к дате приурочили республиканские соревнования. Гимны России и Чувашии для участников республиканских соревнований по самбо в этот раз звучали в исполнении Оркестра управления Росгвардии по Чувашии. Этим видом спорта занимаются не только многие сотрудники этой федеральной службы, но и вообще те, кто посвятил жизнь защите правопорядка и страны. Так спортсменов поприветствовал участник специальной военной операции. Я вот с детства занимаюсь спортом, самбо занимался. Все друзья мои, самбисты, смелость дает характер. Молодым людям хочется сказать, что именно они занимались спортом. Все доброта, защита Родины, добрые дела отсюда, от самбо, от спорта идет. Самбо – это скорее система воспитания, а не просто вид единоборств. Его разработали в 1920-х годах в Советском Союзе как смесь различных боевых искусств. Сейчас самбо – единственный в мире вид спорта, где русский язык признан официальным языком международного общения. Этот вид спорта является в нашей республике базовым. Им занимается более 4 тысяч человек. И с каждым годом это количество растет. Этому способствует и всероссийский проект «Самбо в школе», который стартовал в этом году. Дети в честном восторге. Я первый раз услышал, что дети, когда на перемене, бегут и говорят «Ура, урок самбо». Для меня это лучшая похвала, если честно. Обучать азам самбо школьников начинают с четвертого класса. Как показывает практика, тот, кто когда-либо начал заниматься, остается в этом виде спорта навсегда. Как, к примеру, Владимир Мальков. Да, Олег, тебе уже пора хватить третьи места занимать. Самое главное – ты должен попасть в самое малое для тебя задание. Это пойти, попасть в финал. В зал он пришел в 16 лет, а в этом году уже ведущему тренеру Республиканской спортивной школы Олимпийского резерва номер 10 исполнилось 72 года. Борьба самбо для меня – это все. Лучше другого вида я не знаю. Борьба самбо дает все – силу, волю, характер. И, по-другому говоря, то, что проходит борьбу самбо, он получает очень хорошую путевку в жизнь в дальнейшем. 16 ноября – во Всероссийский день самбо. Спортивные праздники проходят повсеместно. Сегодня также утвердили флаг сборной страны, клятву и кодекс самбиста. Ольга Пырочкина, Павел Рядков, Национальное телевидение «Чувашия». Говорят, не повезет, если черный кот дорогу перейдет. Эти строки из песни, наверное, знакомы каждому. Нелегкая судьба черных котов началась еще в древние времена. У некоторых народов они олицетворяли колодовство и ад. И до сих пор с ним связано большое количество предрассудков, поверьей и примет. В календаре праздников нашелся день и для окруженного мистикой животного. 17 ноября отмечается День защиты черных котов и кошек. Ведь совершенно не важно, какого цвета питомец. Главное, что он всегда готов подарить свою любовь и тепло. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин